ДИНА И ГАЗПРОМ ЮГРА Югарчане же не досчитали Сидеры Лимой, Павла Чистополова, Ивана Чешкалы, а за полчаса до начала игры тренерский штаб принял решение не заявлять на игру Дмитрия Лыского, который почувствовал себя неважно во время предыгровой разминки. Встречу соперники начали весьма осторожно, и чем-то неспешное развитие событий напомнило баталии финальной серии. В середине тайма, правда, диновцы оживили игру несколькими острыми моментами у ворот Звиада Купатадзе. Голкипер Югры был на высоте, а когда и он был бессилен, за него вступался каркас ворот, как, например, в эпизоде с пушечным ударом из Киргина. Хозяева проводили свои атаки, создавали моменты, но их было гораздо меньше, да и опасности владением Зуева они в себе практически не таили. Безголевая ничья в первом тайме. Если взять первый тайм, в котором наша команда показала, что мы приехали побеждать, мы, наверное, лучше его провели, чем «Газпром» игра, больше было моментов, мы играли активнее. То, что произошло во втором тайме, честно говоря, я сейчас попытаюсь разобраться. Конечно, это, наверное, моя вина, потому что футболисты психологически не были готовы к тому, что мы будем проигрывать. Прежде чем залезть в минус, Диновцы повели. Первый в матче гол случился в самом дебюте второй половины. Эскердини здорово убрал мяч под правую и сильно пробил в дальний угол. 1-0. Как ни странно, но гол выбил из игровой колеи команду, которая его забила. Пушкарей будто подменили, наши футболисты стали ошибаться в элементарных ситуациях. На 29-й минуте после небрежного ввода мяча из аута Кузенком, Катат из близкого расстояния пробил Зуева. Через минуту заброс мяча за спину Заболонкову обернулся выходом Давыдова 1-1 с нашим голкипером. Дуэль выиграл Югорчанин 1-2. А вскоре свое веское слово сказал Владислав Шейхметов. Его дальний удар оказался для Зуева задачей неразрешимой. Я на какое-то мгновение потерял мяч, пытался его найти, потом выпустил в момент удара. И в итоге считаю, что это гол чисто на моей совести. После третьего пропущенного мяча Андрей Юдин заменил Зуева на Дмитрия Файзулина. Но сути дела это не изменило. Свой первый гол в матче Файзулин пропустил спустя всего три минуты после появления на паркете. Шейхметов заработал пенальти и сам хладнокровно его реализовал 1-4. Спасти ситуацию пушкари пробовали с помощью пятого полевого. И вот тут-то потери в лице Алимау и Хомадиева чувствовались особенно остро. Да, Прудников отыграл один мяч, но в целом игра Дины 5 на 4 не впечатлила. Югорчане же во второй половине тайма отличились еще трижды. Не без нашей помощи. Сначала Копейкин наказал пушкарей за перебор фолов, четко реализовал 10-метровый. Затем Сергей Сытин, пытаясь обыграть Шейхметова, потерял мяч и позволил 11-му номеру Югры оформить хит-трик. И напоследок грубейшая ошибка Дмитрия Файзулина. Наш голкипер потерял ворота, а Робиньо ударом метров 40 их нашел. 2-7. Самое крупное поражение Дины в текущем сезоне. Счет как бы, да, он большой. Ну, где-то может он не по игре. Ну, бывает такое в мини-футболе, бывает, когда команда немножко чуть-чуть где-то посыпалась, да, и идут голы. А так, в принципе, игра-то была равна. Даже при равной игре мы допустили катастрофически много ошибок, а на их исправление катастрофически мало времени. В любом случае, в первой игре тура вице-чемпион оказался сильным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА